Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Кибуцам угрожает затопление. Впервые за 28 лет на Кенерете откроют плотину. Современный подход к рисованию. В общинном центре горских евреев состоялся мастер-класс по нейрографике. Лед-2. В кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма Жоры Крыжовникова. Кибуцам угрожает затопление. До верхней красной черты не хватает чуть больше метра воды. Управление водных ресурсов Израиля приняло решение открыть плотину Тгания на озере Кенерет, чтобы избежать затоплений ближайших к водоему населенных пунктов. Однако, если по прогнозу погоду уровень не поднимется до 209,3 см, плотина будет открыта не раньше 21 марта. Последний раз ее открывали в феврале 1992 года из-за затопления озера и в мае 2013 из-за сброса воды в Кенерет для восстановления реки Иордан. Муниципалитет Тель-Авива запретил устанавливать у входа в школы прилавки с религиозными атрибутами. Однако, такое решение пришлось по вкусу далеко не всем родителям. Некоторые считают, что нет ничего плохого, когда ортодоксы предлагают школьникам наложить твилин и произнести молитву. Другие против того, чтобы их детям что-либо навязывали. В мэрии заявили, что для размещения любых прилавков около учебных заведений необходимо получить соответствующее разрешение от городских властей согласие школьной администрации, детского сада или общественного центра, в число посетителей которых входят несовершеннолетние. Израильская авиакомпания «Эль-Аль» продлила запрет на полеты в Пекин и Гонконг из-за продолжающейся эпидемии коронавируса в странах Дальнего Востока. Самолеты с отмененных направлений будут использованы для дополнительных рейсов в Северную Америку и Европу. Перелеты в Пекин приостановлены до 24 апреля, в Гонконг до 20 марта, и в два раза сокращено количество рейсов в Бангкок. Туристы, купившие билеты, могут сдать их или поменять на другую дату без штрафов и комиссий. Бумага все выдержит. В общинном центре горских евреев состоялся мастер-класс по нейрографике. Занятия по осознанному рисованию посетили больше 70 человек. Все подробности узнаете в нашем сюжете. Линия сама по себе нейрографична, и в нее всегда вшивается смысл. Позитивный. Обиду и злость дети вымещают в диковинных линиях и фигурах, а иногда даже рисуют в деталях ту ситуацию, которая их задела, таким образом избавляясь от неприятных эмоций. Во взрослой жизни о таких методах они почему-то забывают и начинают копить в себе отрицательную энергию. Я вспомнила, как нужно относиться к ситуации. Как говорил царь Шлома, и это пройдет. То есть оно как-то входит в тебя, ты в этом варишься, а потом оно проходит. Нейрографика – это изобразительный метод, который работает с подсознанием. Он может помочь изменить отношения к конфликтам в семье, на работе и с самим собой. Частично или полностью убрать раздражение, страх и другие эмоции со знаком минус. А также трансформировать ненужные установки, а взамен получить позитив. Наша проблема людей, что у нас миллионы возможностей, у нас глаза закрыты. Ну, потому что мы думаем, что нам это не позволено. Но там очень много таких интересных вещей. А нейрографика начинает раз за разом открывать вот эти пазлы. Мы просто начинаем видеть эту возможность. В объединении горских евреев решили провести этот мастер-класс в честь Рамбама – еврейского мудреца и врачевателя, который жил в Испании в 1135 году. Все наши мероприятия, неважно, светские они или нет, они так или иначе связаны с историей нашего народа. И Рамбам, как вы знаете, врачеватель, который был в Сфараде, и он занимался именно здоровьем, душевным здоровьем. Поэтому понятно, что это как день Рамбама. Когда стресса становится слишком много, человек больше устает, хуже спит и не запоминает информацию. А когда это происходит на протяжении долгого времени, начинаются болезни. Избежать этого поможет творческая профилактика. Рисование, танцы, пение – и то, что приносит вам настоящее удовольствие. Завтра, в День всех влюбленных, выйдет в широкий прокат фильм Жоры Крыжовникова «Лед 2». На закрытом предпоказе спортивной мелодрамы побывала наша съемочная группа. Лена Молзок расскажет подробнее. Долгожданная премьера состоялась. Создатели фильма говорят о том, что это фильм о любви и о сказке, а бывают ли счастливые финалы. Об этом знает и расскажет Первый Еврейский. Все, и сам мультиплекс на Арбате, и звезды выглядели по-особенному. Повсюду тематические фотозоны, мерцание и сияние. От привычной красной дорожки на этот раз решили отказаться. Вместо нее была «Ледовая». По ней прошлись создатели фильма, исполнители главных ролей и звездные гости. Алла Пугачева, Светлана Лобода, Игорь Угольников и Итина Канделаки. Команда, которая снимала это кино, создавала. Это одна из самых сильных команд в нашей стране. Я обожаю Петрова. Я считаю, что Крыжевников один из лучших режиссеров сегодня и сейчас. Поэтому я уверена, что будет большой сбор и много людей оценит происходящее. Жуновой победы Жора Кожевникова. Да, я поклонник его таланта. По атмосфере и событиям спортивная мелодрама «Лед-2» – логичное продолжение фильма, вышедшего в 2018 году, только еще драматичнее и трогательнее. Зрителя ждет красивая история любви фигуристки Нади и хоккеиста Саши, которая учит тому, что надо жить здесь и сейчас, быть собой и сдаваться, несмотря ни на что. Мы верим в российское кино, потому что успех «Холопа» теперь вдохновил всех. И пожелаем удачи, привет! Пожелаем удачи льду, потому что у льда есть все шансы тоже показать очень крутой результат. Хочу продолжение жизни героев. Секрет всегда в том, чтобы все делать с любовью. Я очень люблю такие фильмы, и мне кажется, что если бы первая часть мне очень понравилась, думаю, что вторая меня впечатлит не меньше. Чем закончилась история, до сих пор не знает никто. Мы принимаем благодарность и благодарны зрителям. За 40 минут до финала в кинотеатре сработала система экстренного оповещения, и люди были эвакуированы. Так что первые зрители, которые смогут поделиться впечатлениями картины, появятся только завтра, когда фильм выйдет в прокат. Ну, произошло, ну, что-то, ну, кто-то там что-то замкнул, я не знаю, что-то сгорелось, но так бывает. Это все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи.